Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители телеканала Дали Европа Лайн. У меня в гостях Эльгара Велезаде, известный политолог и эксперт из Азербайджана. Здравствуйте, Эльгар. Здравствуйте, Михаил. Друзья, обязательно оставайтесь на канале, смотрите. У меня сегодня выйдет несколько интересных эфиров. Это помимо эфира с Эльгаром у меня вышла интересная программа с Фархадом Мамедовым. Также сегодня у меня будет известный гость из Азербайджана, депутат Мили Меджлиса, господин Расимус Беков. Обязательно посмотрите тоже это интервью и оставайтесь на канале. Все самое лучшее, самое лучшее интервью для вас. Пожалуйста, комментируйте, подписывайтесь. Вы также можете финансово поддерживать и тип-канал Дали Европа Лайн. Я вам буду очень признателен. Ну что ж, Эльгар, я начну, если позволите, с личного. Вы человек очень влиятельный, очень авторитетный в Азербайджане, мы это знаем. Вы третесь с узбеками на государственном уровне, то есть вы представляете интерес Азербайджана, коммуницируете с узбеками. И поэтому я к вам хотел бы официально обратиться. Дело в том, что у меня была четкая договоренность. За каждый эфир мне было обещано 10 килограмм отборной азербайджанской икры. То есть поскольку 10 эфиров я отработал, я сегодня с утра приехал на бусике на заправку Сакар, хотел получить свой центнер черной икры. Но оказалось, что для меня не только икры нет, но мне предлагают купить бензин и купить вино в придачу. Я вот хотел бы обратиться к вам, как человеку влиятельному, который вхож в многие высокие кабинеты в Азербайджане, с простым вопросом, где мой обещанный центнер икры, то есть по 10 килограмм за 10 прошедших передач. Поэтому, пожалуйста, Ильгара, примите к сведению. Я более того, благодарен моим подписчикам из Армении за то, что они переживают, чтобы я получил таки свою икру. Я буду признателен, если вы здесь мне подсобите. Ну, Михаил, дело в том, что вы значительно переоцениваете мои возможности, я вам так скажу, поэтому, наверное, это ни ко мне, ни по адресу обращение. Что касается, с кем я общаюсь, я со многими общаюсь, поэтому, и вы тоже, кстати говоря, со мной, у вас, я смотрю, тоже круг общения с каждым разом увеличивается, и с чем вас, кстати говоря, и поздравляю. Поздравляю также с ростом числа подписчиков. А для скептически оценивающей ситуацию зрителей должен сказать, что азербайджанская нефть, азербайджанская икра и все остальные азербайджанские продукты к этому имеют довольно опосредованное отношение. Ну, как опосредованное? Поскольку вы заправляетесь иногда в заправке «Сокар», то какое-то отношение не имеют, но достаточно весьма и весьма опосредованное. Так что вот так. Кстати говоря, вот этим скептически настроенным телезрителям, которые всякий раз смотрят до конца наши передачи и всякий раз говорят, какая это фигня, должен их обрадовать, что ничего нового они для себя не услышат, так скажем, поэтому желательно сразу заранее переключаться. Но если кто-то пытается, кто-то, скажем, верен своим традициям, оказывается, и все-таки дослушать до конца, хотел бы посоветовать им все-таки внимательно слушать то, что говорится, а не пропускать мимо ушей, так им сразу станет ясно, откуда источники ваших доходов в том числе, ну и, в общем-то, какая динамика складывается вокруг нашего региона. Я лишь закольцовывая дискуссию на эту тему скажу, что полным-полно людей на заправках «Сокар» в Украине. Я, естественно, не обижал все заправки, но те заправки, которые в поле моего зрения, там очень много людей, поэтому все инсинуации, которые, значит, пытались разгонять отдельные люди по заказу, так, а говорят, что это было сделано и по заказу, поскольку «Сокар» опередил своих конкурентов в Украине и выиграл определенные государственные тендеры, и говорят, это было сделано по заказу против «Сокар», ну, когда разгоняли компанию. Так вот, она ни на что не повлияла. Обычные рядовые украинцы, граждане Украины, они с удовольствием заправляются на «Сокаре». Так что можно сказать, что все старания тех людей, которые раскачивали страсти вокруг «Сокара», они ушли в песок. Ну что же. Что и требовалось доказать. Да, это совершенно точно. Ну что же, Резван, я вспомнил, вчера была передача с Резваном Гусеевым, так что обязательно посмотрите ее, эту передачу. Ну что же, Ильгар, давайте с вами обсудим, значит, ряд тем, но все-таки не могу вам не задать вопрос по поводу Павла Адурова. Вообще это просто феноменально интересная тема. Я помню, когда в БК арестовали, значит, сепаратиста и руководителя сепаратистского образования господина Рубена Варданяна, он руководил официально сепаратистским образованием. За него вступилась вся прогрессивная либеральная общественность. Если я помню, эта же общественность, она боролась с диктатурой Алиева. Вот, мол, Алиев диктатор, он посадил Варданяна, человека, который организовал премию «Аврора», еще много чего хорошего сделал. И вот, значит, повлиятие на Алиева. Это при том, что Варданян руководил реальными, ну, сепаратистским образованием. Теперь посмотрим на Дурова. Арест Дурова, абсолютно внезапный арест Дурова, при том, что Телеграм предоставлял всю необходимую Франции информацию только на решении суда. То есть все, что законно должен был исполнять Телеграм, он делал, но в судебном порядке. И во внесудебном порядке он оказывался идти на контакт. Но вот Дурова арестовали. Какой мы видим реакции на Западе? Запад кивает головой, говорит, извините, но это суверенное дело Франции. То есть в одном случае, когда касается Азербайджана, Украины, Армении, еще какого-то государства, значит, это несуверенное дело вышеназванных стран. Это дело, так сказать, всей прогрессивной общественности, Европейской комиссии, ООН и кого хочешь. А когда дело касается Франции, все, сразу это суверенное дело Франции, мы в это не вмешиваемся. Не усматривайте ли вы здесь двойные стандарты? Михаил, в вашем вопросе есть ответ. Поэтому это замечание, это заявление можно оставить на совести тех, кто это делал. Совесть – это тоже достаточно умозрительная категория для тех людей, которые такие заявления делают. Ну, в общем, вот вы, я, знаете, я немножко хочу сместить акцент. Вы про Узбекистан говорили, да? Хотела, кстати говоря, об этом тоже сказать. Пару лет назад там, ну, по более случаев случились достаточно неприятные события в Каракал-Пакстане. Достаточно серьезная напряженная ситуация. Она была на фоне проводимого тогда референдума. И, в общем, вы знаете, все те структуры, о которых вы говорите, я даже ряд структур до сих пор даже не знал. Вы знаете, они появились откуда-то, не возьмись, что называется, проявили свою активность, видимо, решили зафиксировать, что они тоже есть. Какие-то комиссии ООН, представляете, о которых мы с вами, наверное, не знали, никогда бы не узнали бы. Они вдруг появились, какие-то заявления стали делать, кто-то даже решил туда поехать, какую-то направить экспертную группу, всё. Но, слава богу, благодаря превентивным действиям, благодаря активному вмешательству со стороны, не только властей, кстати говоря, активному диалогу между властью и местными аксакалами, в общем, ситуацию удалось купировать к неудовлетворению тех самых структур, которые тут же решились засучить рукава и заступить в качестве модераторов, советовали что-то узбекским властям. То есть человек, который, или же структура, которая ничем примечательным не выделялась, вдруг стала советовать, обращать внимание, не к месту проявлять своё беспокойство, озабоченность. Но это всё быстро закончилось. Они даже не успели раскрутить эту конфликтную повестку. Вообще, знаете, опыт показывает, что не давать нужно возможности раскручивать такие конфликтные повестки в различных географиях, потому что ничего хорошего от этого не бывает. И вот эти паразитирующие на конфликтах организации, только они и выигрывают, по большому счёту. Всякие-то модераторы и так далее. Но в данном случае на самом деле мы видим, что такое очень серьёзное и индифферентное отношение. Ну, индифферентное как? Это по большому счёту всё прекрасно знают, в чём дело. Есть даже, ну, скажем, в такое отношение подводит нас к мысли, а не сговор ли это, не поставили ли они их в известность, не действуют ли они сообща. Вот такое единодушие, представляете, что вот как бы это ваше дело, мы туда не вмешиваемся. Ильгар. Я хотел бы, единственное, что хотел бы сейчас отметить, Михаил, вы говорили о том, что Дуров действовал в соответствии с законами. Это в 2018 году Еврокомиссия, которая сделала вот такое заявление о том, что это не наше дело. изменило законодательство в области вот как раз контрольно-социальными сетями. Дуров в публичном пространстве выступил с тем, что он поддерживает эти изменения и будет действовать в соответствии с этими изменениями. Никаких проблем, никаких вопросов со стороны Еврокомиссии к Дурову до сих пор не было. И вдруг вот этот инцидент и Еврокомиссия – это дело Франции. Так если бы у Еврокомиссии были бы какие-то вопросы к Дурову, в частности, я так понимаю, что мы это услышали бы задолго до того, как это все происходило в наши дни. Ильгар, вот для меня тут, знаете, показательно что? Да, вот это вот как лакомосовая бумажка, которая высветляет определенный процесс. Ведь на Западе, да, вот принято навешивать ярлыки. Ну, в частности, на Азербайджан, на Казахстан, на Узбекистан, что вот, мол, люди, которые живут в этих странах, они не свободны в своих суждениях, так? И они как бы все делают под диктовку власти. Окей, так, посмотрим, что происходит сейчас в Европе. Российские так называемые оппозиционеры, которые выступают против диктатуры Путина, которых приютила Европа. За редким-редким исключением у них не поворачивается абсолютный язык выступить против тех, кто их приютил. То есть высказаться, да, проявить какой-то скепсис, поставить под сомнение оппозицию Франции, поставить под сомнение оппозицию Европейской комиссии. То есть, конечно, Путина не критиковать могут. Когда арестовывали Варданяна, они критиковали азербайджанские власти, так? Но при этом у них не поворачивается язык критиковать собственные европейские правительства либо в данном случае конкретно Франции. Так я задаюсь вопросом. Где люди свободнее? В Азербайджане, либо во Франции, в Бельгии и в ряде других стран Европы? Михаил, дорогой, вы если спросите у очень многих, скажем, политических активистов даже, во многих государствах Европы, они вам такое расскажут? То, что они не рассказывают на камеры, что называется, и в публичном пространстве они говорят. Свои там технологии общества разные, политические системы разные, технологии разные, но в подоплёке это одна суть. Власть старается контролировать ситуацию, и, в общем-то, те, кто не хочет быть, скажем, вне системной оппозиции, они сидят и помалкивают, да, в отношении таких принципиальных вопросов. Конечно, вот помните, мы с вами говорили, разбирали один очень интересный эпизод, когда одного блогера, известного кипрского блогера, избрали в Европарламент. Это даже в Евроньюсе прошло, да, вот этот вот сюжет. Когда приходилось выбирать заместителя и руководителя Еврокомиссии, вот он рассказывал, прямо в прямом эфире, хорошо, что это не порезали, да, вот он рассказывал о том, что им дали списки, кого нужно выбирать, за полтора часа до голосования. Он говорит, за полтора часа я даже не успел узнать, кто это люди, что это за люди, вот этот блогер, он абсолютно аполитичный товарищ был. Так вот, старшие товарищи, которые находились в этом помещении, в этой студии Евроньюс, ему объяснили, что ты политически неграмотно размышляешь, нужно было обратиться к старшим товарищам, они так и сказали, старшим, опытным товарищам, они бы тебе объяснили, кто есть кто в Еврокомиссии. Так он сказал, что я не для того сюда попал, чтобы обращаться за советом к старшим товарищам. У меня своя голова на плечах, меня избиратели делегировали сюда для того, чтобы высказать собственное мнение. Так вот, вот это демократия или это фарс? Это вопрос уже, наверное, на открытой зрители сами должны решить. Что касается, политические системы разные, общества разные. Но когда, значит, доминируют какие-то определенные политические институты, политические рычаги, когда применяются в отношении каких-то отдельных лиц, когда участники политических процессов знают, что в случае, если они отклонятся от генеральной линии партии, правительства, этой самой политической системы, на них очень серьезно могут воздействовать, они сидят и молчат в тряпочку. Правила игры, и для них тоже как бы есть правила игры. Вот если бы Гарри Кимович, о котором мы неоднократно говорили, нарушил бы правила игры, Гарри Кимовича все его имущество и все такое оставили его без имущества и без средств существования, вот так бы засудили бы в тех соответствующих странах, где он прописан, что ему мало бы не показалось. Вот он сидит и молчит, и говорит то, что в целом приемлемо. Ильгар, дорогой, я вам благодарен за то, что вы вспомнили о Гарри Кимович. Вот есть Гарри Кимович, а есть еще и структура у Гарри Кимовича, которая выпустила, значит, есть форум «Свободная Россия», такая организация, они выпустили пресс-релиз, где они, конечно же, поддержали французов безапелляционно, что у Дуров, он, значит, поддерживает агрессию против Украины. Значит, ну что они делают? То есть это стандартная позиция, абсолютно пропагандистская. Все перевести на уровень российской агрессии против Украины. То есть фактически связать полностью Дурова и чуть ли не сделать из него военного преступника. Опять же, как к нему не относись, но давайте признаем откровенно, Дуров не закрыл телеграмм для государства-агрессора России, но он же и не закрыл телеграмм для Украины. То есть он предоставил некие равные, то, что называется в английском флет, условия. Это тоже правда. Так вот, ни организация Гарри Кимовича, ни сам Гарри Кимович об этом не говорит. Он не говорит о том, что в телеграмме есть каналы антипутинские, и много СМИ антипутинских, которые собирают аудиторию в каналах. И Дуров никогда этому не препятствовал. В том числе и самовыражению самого Гарри Кимовича. И вот в этом проявляется демократия. То есть вот это типичная демократия. Теперь, когда спрашивают, а почему демократия проиграла в России либерально-западная, я отвечу. Потому что в начале 90-х годов, и об этом пишут все, вот можно почитать совету мемоара Сергея Полоскова. Очень советую. Он пишет, как пришли к власти в России, ну, по сути, компрадоры, которые работали на Запад. И, конечно, это не могло не вызвать агрессию со стороны населения. И в итоге это привело к сворачиванию всех свобод в России. Точно так же и здесь. Мы сейчас видим среди всех российских оппозиционеров, практически всех, просто западных компрадоров. И неважно то, что они борются с российской агрессией против Украины. Им, для них Украина, это ширма для получения грантов и для борьбы за власть. Ну, вот мы поэтому и говорим, что, вы знаете, как системы разные. Вот на Западе, в России, там, не знаю, в тех странах, о которых мы говорим, стран центральных, системы разные. Принципы одни и те же. Власть всегда печется о своем, скажем, благополучии, будем так говорить. Но, по сути, по сути, те, которые участники процессов в разных странах, в разных обществах, они понимают, что от них требуется, что от них хотят. В данном случае здесь либеральная тусовка, о которых мы говорим, эти люди прекрасно понимают, что от них хотят, какие возможности им предоставляют. Естественно, они не будут пивить сук, на котором они сидят. Они максимально будут делать так, чтобы понравиться тем, кто фактически их приютил, и кто их иногда частично спонсирует и так далее. Что касается телеграм-каналов, я лично, я, допустим, персонально, очень много информации получаю по Украине, из украинских источников как раз-таки телеграм-каналов. Очень оперативные источники, они дают информацию такую достаточно исчерпывающую, и ты видишь, какой там расклад в общественном мнении, в отношении технических процессов, и ты понимаешь вот этот общественный срез, ты больше чувствуешь общественный срез, ну, или же восприятие со стороны очень большого количества людей, процессов, которые происходят в Украине из Украины, чем если ты будешь получать информацию из регулярных средств массовой информации. Я, с вашего разрешения, ищу короткую реплику. Вот есть ряд публичных людей в Украине, общеизвестных, у которых миллионы аудитории, и которые собирают в том числе деньги на средства борьбы с российскими оккупантами в Телеграме. Так вот, Дуров, он не блокировал вот эти группы, он не блокировал эти крупные телеграм-каналы, миллионы, где открыто собирают помощь, в том числе для борьбы с российскими оккупантами. Поэтому взять и полностью не обращать на это внимания, делать из него агентов СБ и, значит, его всячески сейчас затюкивать, когда человек в тюрьме, на мой взгляд, это самое последнее дело. И вот мне, еще раз, для меня это лакмусовая бумажка отношения подлинного к правам человека и к демократии. Ну, да, и вот еще хотел бы напомнить о том, что в этом году, в апреле этого года, Дуров дал интервью небезызвестному Карлсону, значит, Такеру Карлсону, о том, что, в общем-то, были попытки со стороны спецслужб Соединенных Штатов Америки внедриться в эту самую структуру, в общем-то, поставить под контроль ее. Ну, это очень такое нашубевшее интервью было, о нем часто говорили и так далее. То есть, хочу сказать, что есть попытки, конечно, поставить под контроль, но это излюбленная тема, кстати говоря, со всех сторон они осуществляются, поставить под контроль социальные сети. И когда мы говорим, часто говорится о том, что там со стороны России эти попытки, есть попытки со стороны всех участников политических процессов делаются, что как бы красные, что белые, там здесь все едины, понимаете. Социальные сети это большой ресурс, кстати говоря, вы знаете, давайте вспомним пандемию, 20-й год, когда все оказалось под запретом, единственное, что не оказалось под запретом, это социальные сети. Вот социальные сети были хозяином положения тогда, все было в социальных сети. Ну и Ильгар, Ильгар, у меня простите, но я с вами тут поспорю, вот вчера стало известно, Цукерберг опубликовал письмо, где он говорит о том, что, то есть не Цукерберг опубликовал, а было опубликовано письмо Цукерберга, в котором он признал, что со стороны значит американской администрации шло давление по линии дела сына президента Байдена и по линии значит пандемии, так, то есть мы помним, как закрывались отдельные аккаунты в Фейсбуке тех докторов, которые выступали против вот той формы локдаунов, которые как бы были начаты в США, а потом экспортировались снаружи. И вот тогда вот подобных людей, которые выступали с не однозначных позиций, неконформистских позиций, их затюкивали. Это же тоже форма определенного воздействия политического. Совершенно верно. Возможно, таких лидеров мнений затюкивали, а очень большое количество людей, которые с такими же позициями выступали в социальных сетях, их невозможно было просто вычислить, невозможно было, очень большое число было людей. Так что в той или иной степени социальные сети пользовались достаточно серьезной свободой, и там очень большая такая, серьезный дискусс ввелся и на эти сенситивные темы. Что я хочу сказать? Социальные сети давно превратились в ресурс, важный политический ресурс, который невозможно полностью подчинить контролю. И это, естественно, является триггером для сегодня обсуждений различных, о том, что необходимо зарегулировать средства массов, вернее, социальные сети и так далее. и Дуров это человек, который вот этому мейнстриму в какой-то степени, но в своей определенной латентной форме он противился. Вообще все основатели социальных сетей и владельцы их, начиная от Цукерберга, Маска и Дурова и других, они по природе своей естественно идут на компромиссы с властями, но полностью подчиняться тем требованиям, которые выдвигаются, не могут, потому что это противоречит вообще идеям социальных сетей. В общем, не суть важна. Дело в том, что это очевидный политический процесс. Кстати говоря, Михаил, вот посмотрите, генпрокуратура Франции, вот хороший пример, через несколько дней после задержания этого самого Дурова выдвинула против него 12 обвинений. Потом пошла очень серьезная дискуссия вокруг этих обвинений, что это такое идиотизм, бред какой-то. Теперь Форбс опубликовал статью, буквально несколько часов назад, о том, что якобы в подоплеке иск жены Дурова, которая, в общем-то, не получала алименты длительное время от Дурова, который бросил в Швейцарии. Да, в Швейцарии. Посмотрите, вот все вшито белыми нитками. Почему-то об этом иске мы узнали после, посмотрите, сколько дней после задержания Дурова. А что нельзя было, это такой секретный иск, что о нем нельзя было до этого сказать. Скажите, Дурова мы задержали по обвинению жены его, экс-жены, которая претендует на алименты. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там, револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Эльгар, это же типичная стратегия тысячи порезов. Что сейчас происходит? Мы видим скоординированную абсолютно атаку с разных сторон и по Телеграмму, и лично по Дурову. Да, конечно, нашли жены Дурова, где-то вспомнили, что у нее проблемы с алиментами и все. Теперь про Дурова все, что хочешь, можно. Ну, не знаю, на кого-то наехал, кого-то изнасиловал. Сейчас тоже, кстати, модная тема. Изнасиловал сотрудницу, потом она молчала в тряпочку, потом через определенное время решила вспомнить, как у нас с Хейнштейном было. Послушайте, а не было разве с Домиником Струсканом? Я напомню, это человек, который вполне мог выдвигаться на выборы во Франции президентские в 2013 году, но случилась неприятность в 2011 году в гостинице, так оказалось, он был руководителем ВФ, очень серьезным политиком, что у него какая-то ситуация возникла с горничной, и это похоронило его как фигуру. Да, и так много, и так руководителя Ниссана Рено, одного из руководителей, в общем, там очень большие скандалы были, Пласида Доминго был замечен, почему-то Пласида Доминго человек с колоссальным именем, там какие-то оперные певицы стали обращаться после того, как через несколько десятилетий, после того, как Пласида Доминго якобы совершил на ней какой-то... В общем, что вы говорите, это, вы знаете, искушенные, у нас здесь есть позитивное влияние, кстати говоря, тех же самых социальных сетей, дураков уже все меньше и меньше, я так надеюсь, все-таки, людей, которые более объективно воспринимают эту ситуацию, поэтому вот эти все официальные заявления и все, они лучше бы о них не делали, чем вот выступали с ними. Вегара, вот переходя к следующей теме нашей, вот второй такой, это, конечно, ситуация вокруг Каспия, как известно, тема Каспия, она поднималась во время визита Владимира Путина в Баку и обмеление Каспия, и тема, она, безусловно, как бы имеет и геополитическое значение, потому что Каспийское море, это внутреннее море, поправьте меня, если я ошибаюсь, Азербайджана, Азербайджана, России, Туркменистана и Ирана, и Казахстана, да, то есть это имеет такое геополитическое подоснову. Расскажите, что там происходит? Ну, на протяжении длительного времени наблюдается серьёзное сокращение уровня воды в Каспийском море, вообще уровень воды в Каспийском море, в Каспийском бассейне, он цикличный, он поднимается, опускается, примерно цикл 30-35 лет, бывает плюс, минус, и наблюдения ведутся почти что 200 лет, и здесь мы в последние десятилетия наблюдаем критическое сокращение уровня воды, причём последние годы он достаточно серьёзно, вот этот процесс ускорился, это уже видно невооружённым глазом, Каспийское море, на самом деле, как вы сказали, это замкутый водоём, и любое сокращение воды, особенно на севере Каспия, где, в общем-то, достаточно мелководно, очень серьёзно влияет на экосферу вот этого региона, она замкнутая экосфера, и имеет очень серьёзные экологические подсредствия, социально-экономические последствия, вот представляется, если, ну, на севере Каспии, особенно на севере Каспии, там огромные территории, их глубина на этих территориях где-то примерно полтора метра, представляете, десятки тысяч квадратных километров, там глубина полтора метра, там, не знаю, около двух метров, вот если уровень вода опускается где-то на полметра, это уже достаточно ощутимо, и вот за последние годы на территории, вот в этом, на севере Каспии, в основном на севере Каспии, на северо-востоке Каспии, это казахстанская часть, там огромные территории просто обмелели, вот для, скажем, для того, что для сравнения, примерно где-то 20 тысяч квадратных километров территории Каспийского дна обнажилось в результате обмелений, это что значит, значит, вот соляные отложения дна Каспийского моря выходят на поверхность, ветер их разносит в разные стороны, очень серьёзная экологическая ситуация наблюдается, люди с заболеваниями верхних дыхательных путей очень серьёзно страдают, не только они, и посмотрите, ещё и инфраструктура очень серьёзно от этого страдает, почему? Потому что порты Каспийского моря становятся уже менее приспособленными для принятия крупных судов с большим водоизмещением, приходится постоянно заниматься дноглубительными работами, это очень серьёзно влияет на судоходство. Вот в Азербайджане несколько раз, ещё вот такой момент, скажем, несколько раз перестраивали наши теплоэлектростанции, которые охлаждаются посредством Каспийской воды. Поскольку Каспия уходит, отходит, то водозабор с Каспия тоже должен идти дальше, за Каспием. Приходилось увеличивать эстакады, которые позволяют забирать воду с более глубоких мест. Это в целом, конечно, приводит к большим затратам и в городском хозяйстве, и в экономике, и в транспорте, и в, ну, естественно, в сфере экологии и так далее. Причины, очень много причин, связанные в том числе с обмелением русл основных водоносных артерий Каспийского моря. Это Волга, Урал, да и на Куре наблюдаются периодические такие процессы. В общем, тенденция, к большому сожалению, продолжается. Здесь разные факторы и антропогенные, то есть воздействие человека, климатические изменения, среднегодовая температура в регионе повышается, причём она повышается больше, чем среднегодовая температура по всему миру, потому что наш регион находится в аридной зоне, где испаряемость большая и количество осадков уменьшается. Ну, всё это в комплексе, конечно, проводит к таким последствиям, поэтому необходимы, конечно, комплексные меры, причём с участием всех государств Каспийской Пятёрки, в частности, со стороны России необходимы какие-то определённые условия, причём, потому что основным водоносным бассейном для Каспийского моря считается бассейн реки Волги, это 1,3 миллиона квадратных километров, очень много там рек, а далее повысить водоносность этого бассейна, вернее, сделать так, чтобы воды реки Волги доходили до Каспии, является очень важным условием для предотвращения этого процесса. Насколько Каспийское море сегодня является важной торговой артерией, в том числе для России? Ну, если рассматривать вопрос с точки зрения реализации проекта Север-Юг, то этот проект подразделяется на три ветви. Западная, восточная и центральная транс-каспийская ветвь, которые как раз-таки проходят по Каспийскому морю. Она связывает российские порты в основном в Астрахани, порты Аля с иранскими портами. И вот через эту инфраструктуру проходит очень много грузов, туда и обратно. Ильгар, если коснуться азербайджан-узбекских отношений, мы с вами планировали вчера писать интервью, но вот вы были заняты, было крупное мероприятие снова в БКУ, связанное с приездом узбекской делегации. Не только вы были заняты, ряд других гостей, поэтому вы удивились, откуда я владею информацией по поводу мероприятия Узбекистана в БКУ. Очень интенсивно проходят консультации, аналитические разработки и так далее. То есть это все обычно сопровождает некий процесс. То есть любой процесс имеет какую-то точку входа и точку выхода. Что станет точкой выхода? Точка выхода создания новой региональной системы безопасности, основанной на интересах стран, участниц, и заточенной на купировании рисков, исходящих от геополитической турбулентности, как в нашем регионе, так и за его пределами. То есть стороны рассчитывают на себя, на взаимодействие между друг с другом, для того, чтобы решать первостепенные вопросы, вытекающие из собственных интересов. Вот, допустим, посмотрите, Азербайджан и Узбекистан, они находятся вот в таком географическом соседстве, которое сегодня как называется новый великий шоковый путь, один пояс, один путь, не знаю, проект Восток-Запад это есть, вот география, где мы находимся. И здесь важно вот в этой географии иметь устойчивые связи друг с другом и формировать такие отношения, которые позволяли бы быть хозяинами положения в своей географии. Не так, чтобы в ней региональные игроки приходили и диктовали свои условия, а так, чтобы мы сами вырабатывали правила игры и диктовали внешним игрокам, как нужно с нами работать для того, чтобы свои интересы здесь обеспечить. Это гораздо сложнее делать, конечно, легче всего найти старшего папу-маму, обратиться к ним за помощью, и эти старшие папа-мама приходят и разруливают ситуацию. Мы так не собираемся делать, и мы собираемся выстраивать отношения таким образом, чтобы наши отношения были самодостаточными, независимы ли, не зависели бы от внешних игроков, их интересов. Вот как раз-таки заключение договора о союзническом отношении между нашими странами является венцом вот этой деятельности, будем так говорить. Вы знаете, Михаил, я вам такую вещь скажу, хотите, это просто фактология, просто фактология, пусть каждый делает вывод по-своему. У Узбекистана четыре стратегических союзника, причем в последние годы вот эта форма отношений для узбекцев к дипломатии стала предпочтительной, что ли. И четыре союзников у Азербайджана. Знаете, какие эти союзники? Я назову союзников Узбекистана и союзников Азербайджана. Союзники Узбекистана Казахстан, Таджикистан, Азербайджан с некоторых пор, вот буквально с прошлой недели и еще один союзник, знаете, Россия, официальный союзник Узбекистана. Узбекистан не члену ОДКБ, не член ЕС. Единственное, Эльгар, давайте сразу уточним, что мы слово союзник не используем в фигуральном измерении. Это буквально измерение, которое подкреплено договором о союзничестве. Совершенно верно, совершенно верно. Это формальный договор, но... То есть я имею в виду, что, когда, например, в Европе жонглируют терминами и вот выходит президент Макрон и говорит о том, что Украина союзник. Но это не подкрепляется конкретным договором, то есть это подкрепляется некой риторикой. То есть есть риторика, есть документ. Замечательное сравнение, замечательное. Михаил, абсолютно с вами согласен. Это не договор о поддержке. Какие договоры с вами в последнее время они заключают договор о поддержке, там, всемирной поддержке, как это... Об обеспечении гарантии безопасности. Вот, вот, да. Это не то. Это именно полноценные документы о союзнических отношениях. Просто, чтобы люди знали. Мы сказки не рассказываем. Мы неоднократно говорили, чтобы люди понимали, что происходит. Вот четыре союзника у них, четыре у нас союзники, опять же, там, формальных, с кем у нас есть договор о союзнических отношениях. Турция, Казахстан, Казахстан первый союзник, формальный, официальный союзник, первый Казахстан в 2005 году заключен договор. Турция, Казахстан, Узбекистан и Россия. Как хотите, к этому можно относиться, ну, вот такая фактология. И что такое, ну, по крайней мере, в нашем понимании, что такое союзник, что такое союзный договор, что такое договор вообще. Это договор о взаимопомощи, это договор, гарантирующий, что никакого, значит, нападения, не знаю, агрессии со стороны союзника не может быть. Да, по форме так получается. То есть, правильно я понимаю, простите, простите, олегар, правильно я понимаю, что по своей природе союзнические отношения в таком формате не имеют глубокую подоснову, что я имею в виду. Вот мы видим, существует Евразес, например, который создан агрессором России. И периодически вот возникают претензии к армянскому коньяку. А сегодня стало известно, что непозволительно много химиката в армянской клубнике. Мы понимаем, что по сути к Армении применяют все те же меры Россия сейчас, которые применяла Грузия и к Украине в свое время. То есть, торговые меры за политику. Вот таким образом союзнические договоры, прямые между этими странами, они намного надежнее и намного содержательнее, нежели многосторонние договоры, которые предполагают создание неконституциональной структуры. Совершенно верно. Кстати говоря, вот знаете, вот эти самые союзники, к ним можно, к этим договорам можно оперировать в прямом смысле этого слова. Вот если, допустим, союзник что-то делает не так, есть договор, есть соответствующее положение договора, к которому можно оперировать и поразить союзника изменить свою линию поведения. Или, по крайней мере, объяснить, почему он так делает. Кстати говоря, вот неоднократно мы это делали во время, когда российские миротворческие силы пребывали на территории Азербайджана. Неоднократно прямым образом оперировали, что вот есть союзнический договор, подтверждающий территориальную целостность друг к другу, и не вмешаться во внутренние дела и так далее, и так далее. Все время ставили на вид. Сейчас, кстати говоря, вот после визита Путина и во время визита Путина могу все время говорить, что у нас теперь к вам нет никаких претензий, потому что как бы все положения соблюдаются. Но союзнический договор был подписан, если не ошибаюсь, в феврале 1922 года. Совершенно верно. То есть спустя полтора года после того, как РМК не пришли в Карабах? Да, совершенно верно. Это тоже являлось в какой-то степени формальным рычагом, который бы ограничивал их деятельность. То есть правильно я понимаю, что уже понимая в тот момент, что Азербайджан готовится к финальной стадии деоккупации Карабаха, было важно подписать тогда этот договор с Россией, чтобы в том числе на основании этого договора выпроводить так называемый РМК с территории Карабаха? Конечно, конечно. Если вы нам доверяетесь союзники наши, но зачем обеспечивать пребывание ваших сил на союзнической территории, мы и так соблюдаем все основные положения и так далее. И, кстати говоря, Михаил, вот здесь тоже сенситивный, очень важный вопрос. Союзник, он не может сейчас очень много просто лужней фейковой информации распространиться. Если Россия нападет условно прямо на Беларусь, если она один союзник нападает на другого союзника, то все, все остальные союзники могут рвать союзные договоры с Россией. Ни разу Россия на сегодняшний день не нападала на своего формального союзника. То же самое касается Казахстана. Вот Россия не может напасть на Казахстан, потому что он является ее союзником. Нападет на Казахстан, все, можно порвать и Узбекистан может порвать сразу этот договор, и мы можем порвать, и белорусы могут порвать. Понимаете? Все, что хочешь, может там быть, но не в прямой агрессии. Это, значит, я нам обращаюсь к уважаемым экспертам, которые, значит, тиражируют совершенно другие моменты, другие мысли. Но до сих пор такого не было. Не было, чтобы там Украина не союзник России был. Она там другая ситуация. А вот эти все союзники. Не может она напасть, союзник не может напасть, формально даже, не может напасть на другого как бы союзника. Оставим, помните, как в знаменитом произведении Уильфа и Петрова оставим стулья, вернее, оставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Оставим вот эти инсинуации нашим коллегам по другим каналам и сами обратимся к тематике наших отношений с Узбекистаном. Узбекистан очень факторная страна для своего региона. Единственная страна, которая граничит со всеми странами Центральной Азии, это вообще сердце Центральной Азии. А Азербайджан единственная страна, которая граничит со странами Южного Кавказа и вне региональной игроками. Естественно, вот эта синергия, взаимодействие между ними обуславливается также вот такими интересами сближения двух регионов, даже не двух регионов, не только Южно-Кавказского, не только Центрально-Азиатского, но еще есть промежутки. Один регион, его называют Каспийским регионом, это как бы новая форма отношений. Это вот как раз-таки сближение с энергией вот этих регионов, которые находятся как раз-таки вот на этом пути, на этом срединном пути, на срединном маршруте. Формируется вот эта новая политическая реальность. При этом никто над нами не доминирует, никто нам не верховодит, не указывает, что делать, как делать и так далее. Узбекистан достаточно независимая страна, никуда, ни в каких блоках не участвует. Кстати говоря, Узбекистан тоже является членом движения и присоединения. Азербайджан был председателем движения и присоединения, и вот если не ошибаюсь, через несколько лет Узбекистан станет председателем движения и присоединения. Здесь там тоже вот какая-то эстафета есть. Вот эта новая реальность, которая здесь формируется, это такая внутренняя кухня. Чтобы ее знать, нужно, наверное, разбираться в процессах, которые здесь происходят, в нашей географии. А вот опять же наши дорогие друзья из других источников, которые все время смотрят со своей колокольни за этими процессами, делают совершенно другие неправильные выводы, но это их проблема, то, что они, к сожалению, такие выводы делают. И для них совершенно иначе кажется картина, складывающаяся в нашем регионе. У них все, у них, знаете, как кубик-рубик. Как его не собирая, либо СССР 2.0 выходит, либо антизападный альянс, антидиктатура и все. Помните, как говорил Черномородин, как у партии не строй, КПСС получается? Ну вот это вот для этих товарищей, пусть они... Вот я очень надеюсь, что они иногда будут прислушиваться. Не надо к нашим словам, пусть они почитают источники, немножко иначе посмотрят на те процессы, которые происходят в нашей географии. Еще здесь про географию должен сказать. В каждом... Посмотрите, есть, допустим, Юго-Восточная Азия, тоже специфический регион, где существуют свои процессы. Какими-то общими лекалами, которые присущи для географии, значит, Западной Европы или европейской географии, подходить к процессам, которые происходят в Юго-Восточной Азии, нельзя, потому что там своя динамика, своя специфика, там свои социальные отношения, формы социальных отношений и так далее. Ну вот, есть, конечно, люди, я не берусь говорить о том, что все прям с общим лекалом подходят, есть специалисты, которые глубоко изучают регионы, они, очень интересные у них осуждения, выкладки они делают, очень интересно их послушать, ну а есть те, которые там для них по-другому все складываются. Спасибо, спасибо, Ильгар большое, Ильгар Велизде, политолог из Азербайджана был сегодня с нами, мы с Ильгаром продолжим говорить еще о будущем в Базубикистане, буду благодарен если Ильгара будет время уделять нашим программам, очень ценю. Друзья, пожалуйста, комментируйте, лайки ставьте, это очень важно для продвижения канала, канал растет, уже вот на канале больше 55 тысяч подписчиков, безумно благодарен каждому подписчику, своему зрителю, пожалуйста, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям, знакомым, также можете финансово поддерживать развитие канала. Спасибо большое, до новых встреч, спасибо, Ильгар. Вам спасибо, всего доброго.